Слава Господу! Время молиться за нужды! Хочу прочитать местописание Псалом 137, 7-8 стих. «Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня милость твоя, Господи, вовек. Дело рук твоих не оставляй. Господь совершит за нас. Наша сила сидеть спокойно». Давайте помнить, что Господь все видит и все знает, что Он не дает нам сверх сил, что Он все держит под своим контролем. Знаете, я просто хочу маленькое свидетельство сказать. Я на днях молилась, и мне Господь в сердце проговорил. Я верю, что это Бог, потому что это по слову. Он мне сказал, ходи верой, а не видимым. То есть, видимо, оно нас, конечно, может тревожить, да, не давать нам покоя, но давайте укрепляться в Боге и знать, что Господь нам не попустит быть искушаемой сверх сил. Он нам даст облегчение, Он ответит на наши нужды, Он нас любит, моего дети, моего сыновья и дочери. Аминь. И сейчас я зачитаю наши нужды, их много сегодня. Саша просит молиться за уроки, особенно за программирование, за Божие благословение в этом. Просьба, чтобы Господь благословил в учебе и все время был со мной. За приезд бабушки Лены. Павлик просит молиться. Наташа просит молиться за приезд в гости родителей Наташи, если есть воля Божия, за устройство. Юля просит молиться за покаяние и спасение мужа Эдуарда. Кристина просит молиться, чтобы разрешился семейный конфликт и за первый учебный день и дальнейшую учебу. Мы молимся за Лену нашу, у нее очень сильная мигрень, болит голова. Молимся за исцеление. Просит молиться за финансы. Паша просит, я уже Пашу по почерку. Благодарю Господа за его благодать, которая сопровождала нас во время поездки на конференцию. И просит молиться за благоволение Божье и благословение на переход на новую работу. За семью Миши молимся, за Ильяночку и Эму. Полное исцеление, восстановление. Также молимся за Олега, брат и Алла. Поддержим в молитве за Олега, за его полное освобождение и укрепление в Боге. Еще есть какие нужды? Кто-то... Да. Господь, мы благодарим Тебя за все Твои ответы, за Твою милость, за Твое благоволение. Господи, спасибо Тебе, что Ты так о нас заботишься, Ты нас так любишь. Ты нам дал дух усыновления, которым мы взываем, Ава, Отче. Господи, мы благодарим Тебя за эту привилегию нести друг друга на руках одатайственной молитвы. Как те четверо несли больного, расслабленного и раскопали крышу, Господи, принесли к Твоим ногам. Мы сейчас воздаем Тебе эти все нужды. Мы так же, как эти четверо, несем, Господи, на носилках эти нужды к престолу благодати, Господи, и просим, Боже, услышь, ответь по милости Твоей, Господи, так, как нужно это, Господь, так, как Ты видишь благо для нас, Господь, не так, как мы хотим, но так, как Ты хочешь. Мы просим за исцеление, Господи, мы просим за освобождение, мы просим за укрепление, Господи, Во имя Иисуса Христа мы просим за финансы, за работу, Господи, Боже милостивый, все при Тобое, Ты слышал, Ты знаешь, Боже, благодарим, благодарим, мы благословляем нашу пастыря Олега, мы благословляем Инну, мы просим, держи их крепко в Твоих руках, наполняй их силой Твоей, водительством, чуткостью Духу Святому, защити от всех сил тьмы, покрой их своей кровью, Господи, благослови Леонору, ихний дом, Господи, Ты их пастырь, они ни в чем не будут нуждаться, мы благодарим Тебя за церковь, Господи, Твою мосты милости, мы просим, взращивай церковь, мы просим защитить церковь от всех этих вирусов, Господь, от всяких этих, Господь, болезней нечистых, во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя, благословляем тех, кого сегодня нет, Господь, с нами, и благодарим Тебя за все, и всю славу мы воздаем Тебе, наш Бог, Отец, Сын, Дух Святой, Аминь. Сын, Дух Святой, Аминь.